Почти 4000 нарушений правил дорожного движения водителями автобусов были пресечены сотрудниками госавтоинспекции в 2017 году на территории Люберец и соседних городов. Круглый стол на тему безопасности пассажирских перевозок прошел в Люберецком отделе ГИБДД. В нем приняли участие представители Ространснадзора, администрации нескольких городских округов, а также транспортных компаний. С начала года на территории обслуживания отдела ГИБДД, куда входят Люберцы, Дзержинский, Котельники и Лыткарина, зарегистрировали 34 ДТП с участием транспорта, перевозящего пассажиров. В них пострадали 45 человек, четверо погибли. Статистика неудовлетворительная. Увеличилось количество нарушений правил дорожного движения. На территории обслуживания при назове за дорожным движением пресечено 3962 нарушения ПДД, совершенных водителями автобусов. Если вы посмотрите показатели прошлого года 2437, можно говорить о том, что на 30% больше стало нарушение. По мнению госавтоинспекторов, основная причина нарушений ПДД – это стремление выполнить денежный план, а также профессиональная непригодность водителей. Злостные нарушители набирают штрафы, а потом мигрируют из компании в компанию. Так, например, водитель, который работал в ООО «Автономия», с ноября работает в ООО «Рентранс», совершил 62 административных продушения в области безопасности дорожного движения, имеет задолженность по штрафу на общую сумму 43 тысячи рублей. Как можно такого водителя взять на работу, я не знаю. В 2017 году пассажирские транспортные предприятия оштрафованы на общую сумму 1 миллион 28 тысяч рублей. Была прекращена деятельность 13 нелегальных маршрутов. Также на круглом столе обсудили возможности решения проблем аварийности. Руководители транспортных компаний призвали ужесточить контроль деятельности водителей. Рынок насыщен, маршруты пересекаются один с другим. И вы совершенно не владеете ситуацией, когда водители по своей воле начинают маршруты менять. А это и есть одна из причин, способствующих росту аварийности. Начинаются гонки, и здрасте вам ДТП с пострадавшими. Было отмечено, что 33% всех ДТП совершаются в понедельник. Лучшие транспортные компании были награждены благодарственными грамотами за труд в организации безопасного дорожного движения. Даниил Михайлов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.